Мы как национал-консерваторы прекрасно понимаем, что полностью оформленное патриотическое мировоззрение не может не быть монархическим. Потому что без уважения к имперскому периоду нашей истории невозможно представить себе никакого продуктивного государственного строительства. И в свою очередь, если монархист не понимает целей национального текущего, национального строительства, то он превращается в такого исторического реконструктора, который может говорить о чем угодно, может говорить о давно минувших веках, но не задумывается о том, что же он будет строить в веках грядущих. Если мы на этих выборах не услышали правой повестки дня, она не была оглашена и только вскользь Грудинин ее затрагивал, вскользь ее затрагивал без всякого понимания совершенно левый человек Бабурин, то это как раз означает, что в той политической элите, условно говоря, отсутствует вот этот национально-консервативный компонент, который с одной стороны должен обращаться к опыту империи, а с другой стороны должен обращаться к текущей политике, в которой национал-консерваторы обязаны участвовать для того, чтобы построить то, что у них в виде каких-то проектов или пусть даже мечты в сознании присутствует. Вот сегодня говорили о этнических анклавах, которые возникают и которые освобождаются от русских. И я уверен, что если построить зависимость между процентом, который получила ныне действующая власть, и процентом нерусских, прозревающих в российских регионах, то будет прямая корреляция. То есть опорой ныне действующей власти в так называемом электорате являются эмираты, которые возникли на территории нашей страны. И избавляются от всего русского, разумеется, от всякой памяти об империи, потому что на империю наложено проклятие советским периодом, соответственно, монистическое мировоззрение проклинает, и либеральное мировоззрение тоже отрицает всякую полезность империи. Ну и, наконец, ныне действующая власть что только не делает, чтобы монархическое мировоззрение не сформировалось или превратилось в какую-то обертку, фантик какой-то, без внутреннего содержания. Поэтому если мы формируем национальное мировоззрение, значит мы опираемся на опыт Российской империи, на символический опыт, на исторический опыт, на опыт государственного строительства. Если не опираемся, то мы выходим, как Грудинин вышел перед страной, и говорит только о хлебе насущном, о том, что не хлебом единым жив человек, он просто не смог сказать. Он при этом хлебе все время находился, и в этом времени поразмышлять над чем-то иным у него не было. И мы приходили, писали всякие записки, вплоть до того, что справка у него была о правлении Николая II, чтобы он как-то отвлекся от своей любви к Сталину, которая тоже такая, как я называю, фантомные боли прежней эпохи. Вот даже это у него было, но он не смог просто. Вы понимаете, человеку уже 57 лет, и в этом возрасте учиться сложно. Можно учиться, и другие учатся, но вот так взять и на избирательные кампании начать учиться, но для этого надо было участвовать в этих обучающих семинарах, которые специально для него готовы были проводить, но он не откликнулся на это. И посмотрите, как общество отреагировало. Поначалу всплеск интереса, вот новое лицо появилось, сейчас он провозгласит, это лицо провозгласит нам какую-то истину. И не только о том, что все вокруг пытаются нас как-то ограбить, как-то ограничить, но и какую-то истину, которая лежит за пределами нашего насущного существования. И все ждали, и ждали, и в том числе и национал-консерваторы все время ждали, но когда вот проснется это, вот откроются какие-то глубины души, и из этих глубин вырвется такой вот элемент, хотя бы как-то сохранившиеся элементы русского мировоззрения. Нет, этого, к сожалению, не получилось. Ну, видимо, ожидание вот такого чуда в отношении одного человека, оно связано с тем, что мы ожидали чуда от страны в целом, что в стране все это дело проснется. Но чтобы проснул, и кто-то должен начинать будить. К сожалению, на этих выборах не было человека, который хотел бы разбудить национальное самосознание, хотел бы разбудить любовь к Российской империи, где, в общем-то, все наши духовные и материальные богатства были заложены на основании того, что российские государя развернули политику на восток и освоили огромные земли. Вот только поэтому мы все еще живем. Нас грабят, никак разграбить не могут. Настолько масштабные приобретения были в период империи, не говоря уже обо всем, что формирует мировоззрение, и о том старте индустриализации, которая прошла во многих странах, и в России она могла бы пройти точно так же, конечно, не безболезненно, но уж точно без гражданской войны, без уничтожения целых сословий. И наша задача сейчас, я думаю, как раз состоит в том, чтобы собрать довольно чахлые наши силы, рассеянные по многим организациям, хотя бы создать координационный совет, который начал бы работать и стал бы политическим субъектом, который будет национальное мировоззрение. Может быть, не всегда впрямую о монархии следует говорить, а повестку дня несколько расширить, но для этого монархическое движение и должно быть создано. Уважаемые дамы и господа, уважаемые соратники, единомышленники, я выступаю сейчас в связи с тем, что те выборы, которые прошли, показали, что в самом трудном и тяжелом положении на сегодняшний день оказалось монархическое движение. Оно настолько расколото, оно настолько сегментировано, оно напоминает такую широко разбросанную мозаику. Правда, определилось несколько концептуальных векторов в самом движении, но они, собственно, всегда и присутствовали. Но меня беспокоит другое, что эти разные вектора упорно не хотят садиться за общество приеговоров. Могу сказать следующее, что последний всероссийский монархический съезд, я думаю, из здесь присутствующих о нем помнят, ну дай бог, пять, десят, может быть, десять человек, прошел в 1995 году. Да, в 1995 году. После этого никогда монархисты разных течений в одном зале, за одним столом, не собирались. Вот это объективная реальность, которая у нас есть. В связи с расколом монархического движения, что еще стоит отметить? Это то, что, ну, есть личностные претензии между лидерами разных монархических групп, но есть и позиции некоторых монархистов, которые мне, например, совершенно для меня неприемлемы. Оформляются, ну, если, допустим, условно легитимистская кирилловская группировка с одной стороны или с другой, непредрешенцы и соборники с другой, всегда присутствовали в монархическом движении, в монархическом поле, то в последнее время появились так называемые логелисты, или, как я называю, это русская разновидность бонапартизма. Они очень активны, им сразу же был предоставлен ресурс. И они очень активно сейчас будут выдавливать с монархической поляны всех, кого они считают маргиналами. То есть, ну, они считают, конечно, маргиналами нас. Почему? Потому что перед ними поставлена задача. Да, монархическая тема может присутствовать в повестке дня, но только при условии, что все гласно-негласно на подсознании понимают, что будущим монархом должен быть действующий президент, либо его преемник, то есть, консолидирующая и консолидируемая фигура, приемлемая для действующей олигархи. Вот в таком изводе монархическая идея одобряется, поддерживается и будет находить материальный ресурс. Принципиальные же монархисты пока остаются в том расколотом и сегментированном виде, в котором я сказал. Поэтому, исходя из текущего положения вещей, я предлагаю создать две структуры. Первая структура это российское общемонархическое движение. Такую попытку уже предпринимали в начале 2000-х годов, но она, к сожалению, ничем не увенчалась. Задачей российского общемонархического движения как раз было бы одной из главных задач это заниматься текущей политической деятельностью, привлекать новых лиц и выступать за именно восстановлением России традиционной монархической формы правления. Одной из основных задач движения должно стать сохранение в своей чистоте монархической идеи и ее продвижение именно в политическом пространстве современной России. То есть, вот я солидаризируюсь с Андреем Николаевичем в том ключе, что монархисты слишком часто, ну, по крайней мере, на моей памяти последние все 20 лет занимались историческим изысканием. То есть, мы вот какой-то такой прикладной исторический институт, который постоянно занимался вопросами прошлого. Да, конечно, без прошлого будущего невозможно, это очевидно, и уж тем более для монархистов традиция является одной из стержней монархической идеи. Но, тем не менее, есть актуальная повестка дня. И монархисты эту актуальную повестку дня не проговаривают. А если проговаривают, то только они присоединяются к той или иной действующей политической силе. Последний выбор тоже, кстати, показал, что часть монархистов очень активно вписалась в действующую конфигурацию, и монархисты выступали в поддержку одного из кандидатов в президент. Что, в общем, конечно, для меня крайне странно, но тем не менее. Потому что для меня, как монархиста, вообще, институт президентства это аномалия. Аномалия, которая нам навязана в результате тех переворотов и тех отклонений от магистрального пути, который был заложен известными событиями 17-го года. То есть, вот, магистральный путь до 17-го, а вот после уже мы отошли в сторону и так и двигаемся. Нас сознательно и средства массовой информации, и система образования, и политическая элита загнали в такие вот, знаете, два только направления. Либо либерально-гемократическая прозападная система, ориентированная на внешние рынки и занятая только экономикой, либо социалистический, коммунистический проект. Все, больше третьего в стране как бы не дано. И вот то, что монархисты не смогли достучаться, в силу каких причин я не буду говорить, но не смогли достучаться до масс, не смогли из архаичной системы управления, вообще, вот в этих разговорах об архаике перевести настоящее и перебросить мозг в будущее, на мой взгляд, это главная проблема, которая стоит перед монархическим движением в обозримой перспективе. Если мы не сумеем преодолеть эти проблемы, если мы не сумеем добиться того, чтобы монархия перестала быть архаикой, стала одной из ведущих тем и на политическом пространстве, и чтобы это стало пониматься людьми как возможное будущее, вот если мы этого не сделаем, значит, мы не выполним ту миссию, которую мы на себя приняли и которую от нас ожидают наши предшественники, а предшественники, я говорю, здесь не только политические предшественники, которые были в эмиграции или до революции, но наши предки. Все-таки не надо забывать, что такое тысячи лет русской монархии, если брать социологический аспект, то одно поколение это 25 лет, значит, тысячи лет, это 40 поколений, которые служили вере царю и отечеству. Вот эти 40 поколений смотрят на нас и говорят, ну что же вы потомки? А потомки продолжают заниматься такими-то своими маленькими разборками. Исходя из этого, я считаю, что так как движение должно быть движением, и почему предыдущее движение никак не смогли реализоваться, внутри движения стоило бы создать несколько фракций и флангов как угодно, которые представляли конкретные идеологические спектры. То есть есть легитимисты, значит, должен быть фланг легитимистов, есть соборники, значит, соборный фланг, и каждый из этих флангов бы имел своего представителя как сопредседателя. Здесь мы должны отказаться от вождизма, это правильно, потому что вождизм губил все монархические и патриотические организации. Когда есть конкретный представитель, представляющий, как в Риме проконсулы, консулы, там было несколько, представляющий конкретное идеологическое направление в монархизме, да, тогда он имеет право от него говорит. Но, опять же, их будет несколько, сколько течений, столько и представителей как сопредседателя. Ну и, наконец, вторая структура, если я говорил в данном случае о политической, то есть еще идея создать координационный центр монархистов России, это как раз прообраз или как-то вот ПДС и ПСР, то есть это тот центр, где должны быть представители как определенных монархических организаций и групп, так и независимые известные лица, которые публично заявляли о своей приверженности монархической позиции. Вот отец Силл Чаплин уже никогда не сможет сказать, что он не монархист, он уже много лет говорит, что он поддерживает это как одну из систем образующих идей для построения будущего государства. Поэтому я вношу предложение о создании таких двух структур, это Российское общемонархическое движение и Координационный центр российских монархистов. Уже технические стороны этих вопросов можно было бы обсудить в дальнейшем, но главное, мне кажется, просто для себя понять, необходимы ли они нам и какими силами мы сможем в них участвовать, присутствовать, какие цели и задачи решать. Но одна из них, отец Силл Бутраф, это давать постоянно оценку внешней политики, внутренней политики, экономики с точки зрения монархической идеи, монархического сознания. Спасибо. Когда меня попросили на комитете сегодняшнего мероприятия сделать небольшой доклад по принципам возможной организации монархического центра, я решил изучить вопрос, что делали в этом направлении наши предшественники. И нашел очень интересный доклад, я даже думаю, что его я сейчас зачитаю некоторые отрывки, который был сделан 97 лет назад при организации монархической съезде, проходившей в 1921 году в Баварии. Этот доклад был сделан Виктором Соколовым-Барановским, который был посвящен принципам тактики и организации высшего монархического совета. В этом докладе говорилось, что корреспондируется с моей точки зрения полностью с нашим днем. Первое. Касательно отношения к монархии и изменения взглядов по сравнению с революцией, с революционным периодом развития событий в Петрограде и на период 1921 года. Ныне цикл всевозможных политических опытов закончился и страдания народа достигли своего апогея. Метущийся народ обращает свои взоры в сторону монархии. Открытое поднятие монархического стяга не может уже больше помешать борьбе с внешним врагом. Это мало. Борьба за монархию теперь является синонимом борьбы за Россию. Ибо для всех стало ясно, что вне монархии не может быть спасения России. Сегодня наверное мы подошли к той же самой черте. 74 года советской власти. 27 лет правления либеральных взглядов и опытов над нашей страной. Что мы видим? Было 4% или 3% в начале перестройки, которые люди открыто говорили, что интересуются идеями монархии. Сегодня на период прошлого года о такой приверженности говорят уже 25% опрошенных людей. Что является без всякой пропаганды космический рост. Касательно программы организации, что было сказано? Так как разработать детальную программу, приемлемую всем главным течением монархической мысли, то есть парламентской, конституционной и самодержавной невозможно, то лучше всего ограничить ее разработку по трем главным одинаково приемлемым для всех течений и положений. Первое. Россию может спасти только монархия. Второе. Монархия может быть только легитимной. И третье. Необходимо коренным образом пересмотреть законодательство. Я думаю, это все относится и к нашему времени и ничего тут добавить невозможно. Относительно политических союзов. Первая часть была посвящена анализу и отчету по произошедшим событиям связанным с выборами. Все то же самое обсуждалось и в 1921 году. Итак, не следует искать помощи и вступать на путь соглашательства с партиями республиканскими и социалистическими в целях приобрести себе союзников по борьбе с большевиками. История последних трех лет нас учит, что все белые движения одно за другим погибали, кроме чисто внешних причин. Как устанавливается их тщательный анализ, они гибли, и бы несли гибель в самих себе, пытаясь соединить несоединимое. Союз с коммунистами это несоединимое. Когда говорят православный коммунист, это тогда уже какая-то аномалия. И в момент напряжений, когда для борьбы с большевиками союз между республиканцами, социалистами и монархистами раскалывался, и вместо того, чтобы стараться совместно выйти с честью из положения, начиналось взаимное истребление и предательство республиканцами и социалистами монархистов, которые составляли главную массу в войсках. Монархисты гибли бесцельно на фронте, в то время, как их мнимые союзники наживались в тылах. Но, опять же, есть разные лица, и разные процессы, которые происходили. Поэтому есть отдельный пункт, посвященный отношению к людям, которые аполитично или волей судьбы оказались в том или ином политическом движении. И сказано ясно, что союз как бы и временный для борьбы с большевиками, с другими партиями, то есть республиканскими и социалистическими, невозможен и бесцелен. Но из этого не следует, что враждебные отношения должны исходить от нас, монархистов. Прежде всего надо учитывать то обстоятельство, что за 4 года смуты в республиканцы и социалисты записывались большей частью из моды, из личных интересов, спасения имущества и жизни. Сегодня когда в каких-то районах кроме наверное там каких-то социалистических движений и партий нет, то куда им там вообще записываться и где искать единомышленников. Касательно международной помощи. Прежде всего необходимо твердо установить и всем помнить, что ни одно государство ничего не делало, не делает и не будет делать для России вне своих прямых ясно-осознанных интересов. Ввиду этого никакого разделения монархистов на антантофилов, германофилов и других филов не должно иметь места. Единственное фельдство, какое допустимо, это русофильство. до сего времени как это ясно вытекает из всех данных, которые мы располагаем, ни в одном из центров старого и нового света, ни иностранными правительствами, ни значительными политическими группировками, сколько-нибудь реальной помощи монархическому движению оказано не было. Поэтому те законы, которые сегодня принимаются по НКО, это в общем-то не про монархистов. тут никакой возможности сотрудничать с политическими элитами Запада не прослеживаться. Следующий пункт, который важнейший, это о необходимости объединения вокруг идей легитимности легитимной монархии. Дробление монархических сил на враждующие между собой политические течения чрезвычайно опасны и несут грозную опасность. представляющие собой разделение их на группировки по личностям того или иного претендента. Исторический пример монархической Франции, сделавшая республика из-за того, что французские монархисты не смогли и не сумели объединиться на личности законного государя, несмотря на то, что были вообще в большинстве и служат нам резким предупреждением. Вот почему нам необходимо не только из пробуждения духовно-моральных, но и из практических оснований строго держаться легитимного принципа, зная, что если мы с него сойдем, то погубим монархическое дело. В первом докладе, который сделал Алексеев, говорилось о том, что сегодня создается уже создана организация, которая своей цели ставит восстановление монархии, которая имеет странную основу. То есть они планируют отказаться от клятвы верности 1613 года. В Двуглавом Орле не собираются привязываться к законам, которые действовали на период 1917 года, то есть от законов Российской империи, и предлагают всенародно избрать монарха из тех людей, которые будут наиболее достойны. Я предполагаю, что поучаствовавших сегодня в многих выборах, оценив, как работают КАИБы, я думаю, выбор будет безупречный, и волшебники сделают свое дело прекрасным. Поэтому я предлагаю использовать старый опыт людей умудренных, погибших на фронтах этой гражданской войны, много ошибавшихся, но опыт, который для нас является бесценным. Первое, мы должны стать продолжателями Российской империи, создавая новое движение. Мы должны быть продолжателем Московского царства и Византии. Это все наше наследство, мы его не можем выкидывать, это абсурд. Поэтому движение должно строиться на несколько главнейших принципов, в альтернативу этим людям, которые уже создали свое движение. Первый принцип, это верность соборной клятве 1613 года. Второе, легитимизм основан на законах, действующих на период 1917 года. И третье, соборность. Мы должны не отрицать то, что монах, имеющий право, наследник престола, имеющий право приоритетное, может уступить это право в процессе собора и более молодому, и может быть еще более, как говорится, в более правильную ветвь династии Романовых. Поэтому соборность и законы у нас не разрывны связаны между собой. И верность клятве 1613 года создает для нас правильный ориентир в нашем движении. Сегодня нет необходимости нам присягать, объединяться перед каким-то монахом. собор изберет. Но собор должен действовать в рамках закона, который существовал на период 1617 года, известный как закон о престоле наследия Павла Первого. Как ни странно, сегодня это день убиения нашего императора, императора мученика. Я бы предложил почтить память вставания. Все, спасибо большое. Александр Сергеевич Шуринов написал статью об этом. Если захочется, наверное, скажет на эту тему более глубоко, чем мы знаем. Следующий важнейший момент, который, я считаю, должно ориентироваться в движении, это православие и царство. Значит, в наших законах было записано, что император есть верховный защитник и хранитель догматов православной веры. То есть, никакой патриарх не может главенствовать над императором. Император решает и ответственный перед Богом за все, что у нас здесь творится. Есть часть организационного строительства московского, ну, не московского, наверное, монархического совета или монархического центра, я считаю, мы должны заложить следующие принципы. Первое, он должен состоять из людей, которые четко заявляют о приверженности приятной 1613 года. Второе, представлять различные монархические группы и течения, в том числе и легитимисты, могут быть разные, там, неважно, но они должны представлять кого-то, либо быть настолько авторитетными, что их туда необходимо включить. И третье, решения должны приниматься большинством от избранных монархический совет людей, то есть желательно там две трети, но не должно быть кулуарных каких-то переворотов и должна быть соборность в работе этого органа. Большое спасибо. Спасибо. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здорово, Дмитрий. Ну, я человек жесткий и прямой, поэтому буду соответственно и говорить. Значит, у нас очень часто мы встречаемся с простым таким вопросом, который задают простые люди, когда говоришь о монархии. Первое, вы что хотите перепостного права обратно? Вы что хотите чтобы мы были холопами у вас? И вот практически никто грамотный, спокойный, простому русскому человеку не может на этот вопрос ответить. Потому что нету знаний, так сказать, нету привычки общаться с простыми людьми. У нас монархисты любят между собой высоких материй, так сказать, витать, а с нормальными людьми говорить еще, к сожалению, не научились. В связи с этим я сразу могу сказать, что вот я, например, очень часто общаюсь с простыми людьми, деревенскими, работягами и прочими, прочими, и с разными, да? И я сто процентов говорю, я ни одного не встречал из них, кто не пришел бы в ужас от одного упоминания только о так называемых легитимизм, о которых мы с вами часто говорим. Вот если ты им покажешь фотографию Марии Владимировны или фотографию Георгия Гагинцоллерна, они хватаются за голову и кричат, то пускай лучше Путин, Ельцин, кто угодно, только не они. И еще я вам скажу, люди добрые, значит, надо вот это такое слащавое представление монархии забыть. Надо людям говорить правду, что было хорошо, что плохо. Понимаете, у нас вот есть, я вам честую, я вот очень не люблю как коммунистов, так и антикоммунистов. Это одна и та же секта такая, знаете, которая только верещатся, цепь, цепь, другую уголоку и начинают, значит, и начинают, значит, орать друг на друга. Значит, как и сталинистов, и антисталинистов. Надо смотреть, всегда говорить, надо правду, жестокую, нежестокую, но надо говорить людям правду. И надо сказать правду о том, какие были жуткие совершенно вот недостатки в той же нашей Российской империи, имею в виду конец уже, так сказать, 20 века. Нравственный уровень верхушки упал до предела, почти как сейчас, почти как сейчас. Если, так были случаи, когда кадетов встроем вводили в публичный дом, это говорилось о том, что это же показатель уровня, ведь нас туда просто затягивали, свобода была такая, что потом свобода действия врагов была жуткая. У меня вопрос, почему, например, царское правительство и все, кто были там наверху, почему вот неграмотный грузин, сын сапожника, сразу понял, что надо делать с оппозицией. А у нас капитал Маркса спокойно продавался. Вот демократия. Не надо демократию нам. Поэтому вот так называемые конституционные монархии, да это ничуть не лучше, чем какая-нибудь демократия, как у нас сейчас. Это одно и то же фактически. Это называется дискредитация монархии. Монарх должен быть самодержцем. Если нужна будет какая-нибудь дума, то она должна иметь совещательный голос. Совещательный, не более того. А если у нас, мы им дадим власть, как далее, в 905 году, они, естественно, голову поднимают, и тут же считается безобразие. Доходило ведь люди добрые до того, что был запрет на то, чтобы полиции входить в университеты без разрешения ректора. А где была вся, где была вся зараза была? Она была в университетах, в университетах, в университетах, преподавателем масонских она была. У нас был запрет, я, чтобы меня понял, я к Николаю Александровичу отношусь как к святому, и как к величайшему уважению. Он был прекрасный человек, прекрасный семянин. Вот. Поэтому у меня к нему отношение самое замечательное. Конечно, он из лучших побуждений делал некоторые приказы, как, например, приказ убрать агентуру из армии и флота. Как же так? Ну, нельзя доносить? Можно и нужно. Если я, к примеру, узнаю, да, что вот человек хочет завтра взорвать Кремль, честное слово, я пойду стучать в КГБ, в ФСБ, это первым же делом. Потому что остальное, это называется чисто плюйство. Не могу, как же я, это же вбивалось в голову людям, что нельзя ни в коем случае доносить этот самый страшный грех. Через 10 лет все доносили, побежали, вот и вставали доносить. Понимаете? А вот до революции нельзя. Почему нельзя было? Да потому что они доносили на поддонков, на негодяев. И потом тем, кто донес, руки не подавали. Почему? Ну как же он вот Троцкого донес, что он такой, так сказать, они устраивали террор самый настоящий. Будь губернатором, это было примерно то же самое, что смертный приговор тебе выносили. А вот доносить было нельзя. Если я узнал, что вот он хочет взорвать, допустим, губернатора, ну как, нельзя донести, я же жандарм тогда буду помогать. Вот такой вот чистоплюстый отвратительная вещь. Теперь едем дальше. Ну, конечно, без православной веры ни о каком, ни о какой монархии речи быть не может, в принципе. Поэтому все, для начала человек должен быть православным, а потом он должен быть монархистом. Вот. Еще, что я бы категорически не советовал в каких-нибудь документах, которые будут готовиться. Не надо никаких, вот, если мы будем делать выпады, такие неэтичные выпады в сторону церкви, в сторону патриарха, в сторону того же советского строя. Да, когда, ну опять, с умом надо делать, не просто это сказать за советский строй, разумеется, говорить не надо, но вот такое, знаете, бывают такие пещеры на антикоммунисты, которые, в СССР ничего хорошего не было. Но при этом почему-то смотрят все время советские фильмы. Вот поэтому было хорошее, было отвратительно, было, ну вообще, мы народ трагичный, мы не можем жить по-человечески, так сказать, да, у нас или, так сказать, вот трагедия ужасающая, или величайшие подвиги. Вот, вот поэтому давайте все-таки про подвиги помнить, вот, и когда мы будем говорить, так сказать, о вот этом советском периоде, все-таки не только, так сказать, говорить про ГУЛАГи и про жидовскую власть, но и про то, что все-таки и мы в космос летали, и летчики у нас были потрясающие, там, в 30-е годы, и вообще было много подвига, да, и я про новоучника уж молчу. Вот, и еще я вам хотел сказать, что сейчас, вот я помню прекрасно монархическое встречание 1994 года, когда еще Куйков проводил, вот, такой момент был смешной, когда, Зюганов пришел, значит, там, Жириновский, все там были, значит, тысячи человек, где-то собралось примерно в дворянском собрании, вот это в доме Союза, так называемый, да, и там категорически вот это вот, так сказать, вот это направление Кирилловича было отвергнуто очень жестко. Вот, ему фактически, там была же идея какая, идея была такая же, как сейчас у этих, там, как-то, этих Белых Орлов, или как там, какие-то двуглавые Орлы, вот, идея была примерно такая же, значит, дать, значит, дать Ельцину какому-нибудь там регента, и чтобы он был, что там, это было серьезно, там еще Мейкать проводил, значит, эту идею и другие, вот это было категорически отметено, так сказать, тоже, и вот, вот это вот совещание, то монархическое, в 1994 году, оно фактически, так сказать, ну, с одной стороны правильное направление дало, с другой стороны мы его развить, к сожалению, не смогли. Еще раз скажу такую вещь, тоже надо уметь отвечать, да, когда говорят, что, допустим, Лукашенко там выбрали, да, и он ничуть не хуже, чем, допустим, там, как у Ницца, я к примеру говорю, да, хотя это, конечно, абсолютное исключение из правил, потому что на выборах практически всегда побеждает негодяй, ну, почти всегда, за речащие исключения бывает наоборот, это еще с Христа пошло, за Ворову, все жены голосовали единогласно, вот, и Христос проиграл ему, так сказать, просто вот, ноль, ста процентов, поэтому тут, по этому поводу выборов огорчаться не надо, что я хотел сказать о том, что монархия это единственный, возможно, единственно, возможно, нравственный образ правления, если президент идет к власти практически всегда по трупам, ну, или через подлость, не обязательно, чтобы трупы там болялись, через подлость, через какие-то, через грязь, через эти обманные выборы, всегда он говорит, что я лучше, чем все другие, ведь сам принцип вот этих демократических выборов, человек говорит, я лучше, чем другие, вот Сергей Равниш, когда ему сказали, что будьте старшими женами, да, когда монахи подошли, он же сам монастырь сделал, Сергей Равниш, да, а ему сказали, значит, вот будьте старшими женами, вот, как же, говорит, я многогрешный, могу быть старшим между вами, это святой говорит, а у нас все, говорят, ну, вы первые, Сурайкин-то выходил, я один, и вот за меня, только я у вас, вот коммунисты настоящие, голосуйте за меня, и все они так говорили, все говорили, голосуйте за меня, потому что я лучше, это же, вообще, это же, это же бессовцовый подход, это же антикравославный подход, но, то, что монархия, единственное возможное, на разный путь развития, еще не говорит о том, что это будет, бывало всегда, ведь я вам скажу, что тот же Петр I был богохульником, ну, не меньше Троцкого, особенно вот эти вот святейшие соборы, так называемые, святейшие и так далее, да, все шутейшие эти соборы, поэтому тут тоже надо всегда разделять, да, вот монархи, которые были православными, по-настоящему, и те, которые православную веру все-таки как-то прижимали, бывали случаи даже при Екатерине II, ведь святые сидели, в пульмах, так что вот такие вот вещи, тоже бывали, это не надо забывать, поэтому еще раз, я сугубо призываю всех, вот, к здравому подходу к нашей истории, ко всей, вот, ну, о конкретных предложениях, я думаю, сейчас нет смысла говорить, так что да, это, ну, дай вам Бог здоровья, спасибо. Добрый вечер, русские люди, братья и сестры, с великим постом вас, поздравляю, что хотелось бы сказать, конечно, вопрос о консолидации монархических организаций, русских давно назрел, настал, вот, но, конечно, очень много проблем именно восприятия русского прошлого, тем более, что, как мы помним все, я думаю, здесь, особенно старшее поколение, помнит, так сказать, ту советскую историографию, тот самый взгляд на русскую историю, когда нам надевали советские очки, вот, и заставляли изучать историю СССР с 9 века, то есть, представляете себе, да, кража всей русской истории, вообще, вот, и потом вдруг с 91 года те же перекроившиеся номенклатуры стали говорить о том, что СССР это уже не СССР, это вдруг стало России, то получается, что вся борьба русского сопротивления в 20 веке, она, как бы, дезавуируется, в том числе и монархического сопротивления, да, и внутри страны, и в изгнании, вот, а ведь эта самая идея общей судьбы между русским народом, разделенным коммунизмом, да, это вообще основополагающая идея, и без осознания всей ее сложности, мы не сможем вынести уроков должных, а следовательно, не сможем построить нынешнее монархическое движение на такой основе, на которую захотят прийти те русские люди, которые постепенно будут отходить и от коммунистических, и от либеральных западнических проектов. Но для того, чтобы они пришли, мы должны дать четкие представления о том, что из себя представляла историческая Россия, да, то есть то единство Киевской Руси, Московской Руси и Петербургской Руси. Какие вызовы, да, были на протяжении этого тысячелетнего периода в ее истории, какие были даны ответы на эти вызовы. А ответы ведь были даны, и самое интересное, что вот мы можем назвать себя, скажем так, консервативным спектром политическим, да, или традиционалистским. А в этой традиции, соответственно, мы должны понимать, что как монархическое начало было русской национальной традицией, так же аристократическое начало было русской традицией, и демократическое начало в лице Земского собора. Не путать с опять же партийной демократией, прошу. Потому что если мы хотим культурно-исторические рамки русской культуры, да, использовать, то мы должны понимать эту разницу. И тогда поле нашей деятельности расширяется существенно за счет того, что мы можем опять же просвещать ту часть русских либералов, да, и влиять на них с тем, чтобы они становились потихонечку русскими демократами, то есть именно продвигающими идею земского самоуправления и земского собора как от высшего государственного ордена. Ибо опять же напомню, нас тут призывали особенно не углубляться в свою собственную историю, но без этого, к сожалению, никак. И тем более, так сказать, вот даже обычное сравнение, да, вот возьмем анахроничный, казалось бы, 17 век. Был такой гласный Гаврилов, который от курдских выборщиков приехал в Москву и две недели не мог выехать из нее, потому что он не выполнил наказа своих выборщиков. А теперь сравните это с нынешними псевдовыборами, когда мы даем так называемым кандидатам какие-то свои, так сказать, разрешительные голоса, они совершенно не собираются отчитываться за них. Так где, я спрашиваю, развитие? В 17 веке или сегодня? Наверное, все-таки в 17 веке. Но давайте попозже тогда. Вот. И соответственно, и вот это вот объединение от монархического, аристократического и демократического и должно нам дать ту основу, на которую действительно придут люди, опять же, освободившиеся от советско-либерального симбиоза вот этого. Потому что нам действительно, правильно сказал Евгений Валерьевич, дают только два выбора, выборы из двух сил. Либо это так называемые национал-коммунисты, либо это советские либералы. Заметим себе, советские либералы. Они вышли из этой же коммунистической культурного бессознательного. Для них оно одно. Поэтому они оба не принимают нашу историческую традицию монархическую. И это те самые виды западничества, которые нам нужно изживать. А их, к сожалению, в русском движении очень и очень много за эти 25 лет накопилось. Это германофильство с одной стороны. Причем люди не делают различия между периодом Второго Рейха и Третьего. Они просто не понимают это отличие. И соответственно, с другой стороны, в либеральном англоманстве, американофильстве. Но опять же, именно поэтому так ценно знание своей родной русской культуры и ее кодокомпонента. Чтобы дать это знание, нам нужно самим им обладать, самим его в себя впустить и затем уже транслировать. Но вся беда в том, что большинство тех людей, которые называются монархистами, они не хотят заниматься, не хотят этому учиться, это в себя впускать, чтобы транслировать и передавать дальше. Возникает вопрос, а зачем тогда ты называешь себя монархистом, если ты этого не делаешь? То есть люди, так сказать, это как бы люди позы, понимаете, люди карьеры, которые вот, так сказать, ради себя это строят. А еще наш, так сказать, известный монархический публицист и деятель Иван Солоневич предупреждал, что нужно ни в коем случае не дать власть людям, которые хотят командовать будущим государем, а только тем, кто будет ему служить. А готовы ли мы к этому служению? Вот, я думаю, что очень большой вопрос заключается. Поэтому я всех призываю, это касается и даже национального ощущения вообще, потому что у нас явно совершенно кризис, мы не можем найти своих ближайших предшественников. Когда мы там заявляемся русскими националистами, когда спрашиваешь, ну а где твои предшественники? Они не могут назвать лучшие традиции белого движения, его монархически консервативного часть, они не могут назвать крестьянского сопротивления коммунизму, они не могут назвать русского освободительного движения, в котором тоже была попытка объединиться с русскими людьми в изгнании. А ведь это все нужно знать, ведь этого ждут от нас те, кто избавится от этого коммунистического либерального симбиоза когда-нибудь. Поэтому я призываю всех изучать именно по либию схему формы реформной власти, которую очень четко разработал Владимир Леонидович Махнач. И плюс конечно же дал еще очень ценный политический словарь от А до Я именно в традиционалистском контексте, потому что мы и этого тоже не знаем. Коммунолибералы заводят на свое поле, где мы начинаем взорваться. Давайте уже изучим свой консервативный понятий и на свое поле будем их заводить, чтобы они начали взорваться. Благодарю за внимание. Монархическая идея в России не умирала никогда. И искрушение монархии всегда была жива и в белом движении, и в зарубежье, и даже теплилась в диссидентских кругах советской России. Но как только она звучно о себе заявляла, то всегда она выпиралась либеральными или коммунистическими кругами именно в маргинальщину, то, что отмечено и предыдущими выступавшими. Причин там много, но хотелось бы назвать, по крайней мере, три сейчас обозначить причины вот таких неудач монархического движения. Первое. Нас со школьной скамьи еще в бытность советских школ привычали, что к мысли о тожести между монархией и буржуазным обществом, крупным капиталом, вот этим алчными ростовщиками. То есть, если ты начинаешь действительно говорить о монархическом движении, то сразу говорят, ты что хочешь капитализм, так ты за капитализм или социализм. То есть, сразу тебе остается дилемма, как будто третьего и не дано. Что здесь, как выплатиться из этой петли, мне кажется, хорошо было бы обратить внимание, уходя, допустим, в рассмотрение средневекового периода, ведь там же что получается, что вот эта алчность капитала, которая и сам по себе и является властью, она всегда уравновешивалась административной властью монархической, княжеской и так далее и тому подобное. То есть, именно княжеская монархическая власть, она не давала как раз зарываться вот этим алчным капиталистам, грубо говоря. Баланс, да, чем она обуславливалась, вот этот баланс этих властей, это то, что как капитал был наследован, частная собственность неприкосновенная, но и верховная власть, она тоже была так же наследовалась, и поэтому нельзя ее было так же убрать и подавить капиталом, как это делается, допустим, сейчас с выборными президентами. Вот сейчас действительно, когда вот это в ходе буржуазных революций верховная власть стала выборной, она стала покупаемой и соответственно подконтрольной крупному капиталу. Вот так вот пала вся Европа. Вот Россия в 19 веке сопротивлялась вот этому подспудному пониманию этой неправды. Вот, но Россию вот эти капитали, ну, мировой капитал взял два приема такой, можно сказать, монохрадовочки, когда русскому народу сначала предложили сменяем власти, убрали не только монархическую власть, но и частный капитал. Вроде бы, да, все это самое, эти опять-таки власти и административные, и денежные были уравновешены, это народ принял, да, а потом за сто лет уничтожив русскую элиту, уже инороческая элита опять восстановила частную собственность. И в итоге, в итоге русский народ опять-таки стал попираем капиталом, причем даже уже теперь не своим, а инороческим. И русской элиты нету, та, которая могла бы противостоять вот этому, ну, по сути, геноциду, пожиранию русских людей, вот этим вот крупным и уже даже нерусским капиталом. Вот. Поэтому вот сейчас вот опять-таки памятая о советской системе социальных гарантий, люди начинают уже ностальгировать вот по советскому периоду, им, того, что давайте восстановим советскую власть, вот эту социалистическую там строй там и так далее и так подобное. Вот. Что по этому поводу можно возразить русскому обществу, к которому мы должны идти со своей монархической идеей? Дело в том, что сейчас научно-технический прогресс, он требует больших затрат, ну, больших ресурсов для реализации частной инициативы. Да, вот эти вот лубочные такие вот поделки можно сделать из личной собственности, но, допустим, делать продукты на уровне, допустим, того же фирмы Сикорбского, Зворыкина или Понятого, там, Самсунга, Феррари, Боинга, нужен крупный капитал. Вот. И это недостижимо при советской этой системе. Поэтому, как вот это избежать этой дилеммы, да, с одной стороны, вот это, или мы отказываемся от частной собственности, и тогда мы всегда будем обезьянничать и повторять продукты тех частных фирм западного мира. Или, если сами принимаем эти капиталы, частную вводим собственность, тогда мы попадаем в лапы вот этого капитала, который может быть даже уже и не русский, да, международный, так сказать. Вот. Так вот это вот если мы восстановим как раз монархические наследуемые верховную власть, то тем самым мы сможем найти вот как раз ту опору, которая могла бы противостоять вот этому частному наследуемому капиталу. Именно вот эту вот идею, я думаю, что и надо доносить до русского общества, чтобы идея монархии стала приемлемой и понятной. почему это надо делать. Спасибо большое. Добрый день, я постараюсь по-быстрому, пять минут как минимум, дайте, пожалуйста. Значит, вот мы сегодня все говорим и на разных площадках говорим, что есть сегодня, то есть примерно определяем состояние А, в котором находится наша страна, определяем состояние Б, это образ светлого будущего, и пытаемся выработать вот этот алгоритм, как же перейти из этого состояния А в состояние Б. Вот я являюсь членом разных философских кружков, у нас этот алгоритм есть, в том числе в русском имперском движении есть целая программа по переходу из состояния А в состояние Б. Но что делать когда власть не прислушивается к этим алгоритмам и не прислушивается к этим программам Ответ менять власть Менять власть друзья мои Существует три способа смены власти Это выборы которые сегодня по определению невозможны поскольку мы находимся в авторитарном государстве Второй способ смены власти это кирпич в руках гегемона который будет проводить эти изменения Безусловно тоже по всем факторам это тоже невозможно поскольку 48 процентов федерального бюджета идут на финансирование силового блока Это временная ситуация но она есть И третий фактор который реально изменит ситуацию в стране это внешний фактор война Вот мы все видим как усиливается внешний фактор как выгоняют наших послов из разных стран Евросоюза и так далее Вот этот фактор будет серьезно усиливаться в ближайшие месяцы Поэтому прошедшие выборы друзья мои не были выборами Это было переназначение действующего президента и это надо признать Вот задачами всех семерых кандидатов которые участвовали в выборах было две задачи у них И я здесь согласен с Еленой Рохлиной что первая задача была идеально выполнена всеми кандидатами это донести свои идеи до широких масс населения используя федеральные каналы Это была задача выполнена? Была Но не было сказано о второй задаче которая тоже идеально была выполнена Это поднять явку для того чтобы легализовать нашего всеми любимого самовыдвиженца И вот эта вторая задача тоже была выполнена Поэтому какие минусы в этой избирательной кампании что не было сказано на дебатах вот этими нашими кандидатами Первое то о чем они не сказали все начали акцент делать на материальную составляющую Все так или иначе в своих выступлениях говорили о справедливости как распределение материального продукта как о более справедливом распределении материальных благ то есть о бесплатной колбасе Мы все уже устали слушать эти тезисы Но мы люди верующие собравшиеся в этом зале видим справедливость не как распределение материального продукта а справедливость как наличие смыслов А смысл это победа над абсурдом бытия. Вот этого не было сказано. Почему не было сказано? Вот, допустим, Андрей Савельев мог бы об этом сказать, отец Всеволод Чаплин тоже мог бы об этом сказать. Почему не дали людям, значит, на дебатах выступить? Кто за это несет ответственность и кто за это ответит? Вот это два вопроса мои риторические, только я не знаю, кому эти вопросы задавать. И второе, то, что не было сказано на дебатах, это все-таки наши кандидаты не смогли сформулировать, кто же будет современным гегемоном, который будет проводить изменения в стране. Все начали акцент делать на ту или иную идеологию. Друзья мои, ну неужели вы спите все, а? Ну надо же уже просыпаться. Вы должны осознать, что идеология уходит на второй план сегодня. Сегодня гегемоном становятся пассионарии, так называемые уличные, которые собирают вокруг себя массы, и кабинетные пассионарии, которые ищут бездны в своем кабинете за рабочим столом. Вот именно союз вот этот, пассионариев уличных и кабинетных пассионариев, он безусловно будет поддержан военными, которые не получили от приватизации ничего. Вот это, этот союз и будет современным гегемоном. И последний вопрос, что делать? Это самый важный вопрос. Я считаю, что сегодня надо акцент сделать, и это мое предложение практическое, да, если будет резолюция принята, все-таки создать широкий коалиционный комитет, куда бы вошли и правые, и левые, и умеренные демократы. В этом союзе очень большой смысл, поскольку левые в союзе с правыми будут противостоять аргументу телу и максимальному комфорту для сильнейших. То есть они будут критиковать либералов. Либералы в союзе с правыми будут противостоять атеистам. Атеизм уже надоел, честно говоря. И левые с либералами будут критиковать откровенный нацизм и шовинизм, который тоже навязывается на разных площадках. Поэтому эта система будет устойчива. Поэтому акцент надо сделать на формировании вот этого коалиционного комитета и объединиться всем, в конце концов. Объединиться против кого? Это последняя моя фраза, которую я заканчиваю. Объединиться против глобалистов, которые захватили власть в стране еще в 90-е годы. Именно глобалисты сегодня засели в Кремле, они всегда были неприглашенными, нежданными, и они есть везде. И они передали все основные наши предприятия в частные руки сегодня по принципу приватизация прибыли, национализация убытков. И так во всех отраслях. Именно глобалисты сегодня с экранов телевидения нам говорят о какой-то мимой стабильности. Но мы-то, собравшиеся в этом зале, видим совершенно другую стабильность в стране. Стабильность разрушенной армии и спецслужб, стабильность разрушенных наших промышленных предприятий, стабильность наркомании, спида и депопуляция населения. В одном 2017 году умерло людей больше, чем родилось, на 146 тысяч человек. Вот до чего они довели нашу страну. Поэтому сегодня надо менять всю систему в целом, надо менять людей, которые принимают решения, для этого необходимы честные выборы, и переходить с экономикой трубы, на экономику знаний, человеческого капитала и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому наша основная задача создать этот комитет коалиционный и решить основной вопрос для России. Положить конец вот этой олигархии, которая создала нечеловеческие условия жизни в нашей стране, и положить конец встраиванию России в мировую систему глобального угнетения и порабощения. Вместе победим. Спасибо. Спасибо. Я больше всего хотел сказать несколько слов о Павле I, поскольку занимаюсь этой темой и считаю его жертвой масонского загора. Ну, у нас, конечно, эта тема закрытая, мы изучаем историю в целом, а, к сожалению, большой опыт этого императора-реформатора забыл. Между прочим, его надо бы нам изучить, даже несмотря на то, что наши доблестные коммунисты 80 лет заставляли нас забывать о многом, что было свойственно монархической власти. И вот, скажем о том, о тех действиях, которые Павел I предпринимал для того, чтобы законодательно приструнить, можно сказать, олигархию того времени, это аристократию такую придворную, дворянство, защищал крестьянство. Многие его реформы вообще-то не были реализованы из-за того, что он был безвременно, как говорится, убит. Убит, причем гарантийные обязательства по сохранению жизни преступника в случае, если заговор не удастся, были предоставлены именно Англии. А сами понимаете, именно вот это качество безнаказанности, оно порождает все преступления. Ну и второе, о чем я хотел сказать, поскольку такая трибуна мне предоставлена, что нам надо, конечно, монархические идеи и вообще семейно-родовые традиции, традиции меценосной семьи, что очень важно, потому что там были особые условия по воспитанию наших монархов, это были особые условия воспитания у них, начиная от мужества, начиная от генетической и кинешной особенностей, которые в них были заложены, кончая, так сказать, их мужеством, умением и знанием культур других народов и так далее, и так далее, и так далее. Все это складывалось именно так, чтобы первый, ну, после правления Павла, который установил эти законы, первый сын, он имел право и способности для правления страной. К сожалению, у нас многие не понимают, что для того, чтобы выбрать монарха, надо учитывать его генетическую и психологическую, и техническую, и интеллектуальную готовность. Это надо учитывать. А для того, чтобы это научиться учитывать, надо проводить работу в школьных учреждениях. Мы вот думаем, что мы тут делаем культуру, развиваем монархическое движение. Надо начинать со школы, с кадетского корпуса. И даже если мы найдем возможности проникновения в эти учреждения, которые целиком государственные, я считаю, это будет большой победой. Понимаете? У нас сейчас наша тема, семейно-родовая культура, которой я занимаюсь уже 15 лет, получила в 2009 году одобрение от еще Министерства образования и науки, когда правил Фурсенко там. Вот, тогда получила одобрение, что у вас программа хорошая, все, но внедряй ее сами. Ну, естественно, чтобы внедрить сами, мы не в состоянии. Финансов у нас нет, влияния властного у нас нет, ничего у нас нет. Поэтому я надеюсь, что это появится у того оргкомитета аналархического, который сумеет через кадетские корпуса выйти на нашу молодежь. Если мы не сформировали молодежь, а эти аналархические идеи, то все это покажет в лету. Прошу спасибо за внимание, надеюсь, что это будет реализовано. Предложу, во-первых, собрать оргкомитет монархического движения, ну, где-то вот в первой декаде. Те, кто здесь выступали, представляли организации, и эти организации, безусловно, должны войти в состав этого оргкомитета. Может быть, у кого-то возникнет еще какие-то представления, кого стоит включить. И на этом оргкомитете рассмотреть вопрос об организационном строительстве, то есть о принципах. Ну, вот правильно здесь было сказано, что вождизм уже много чего погубил, поэтому, конечно, никакого лидера не надо избирать, должен быть или координационный совет, или какой-то управляющий центр, неважно. Остальное можно легко обсудить и определиться с тем, как это движение должно формироваться. Но без какого-то основополагающего документа ни одна структура общественно-политическая не складывается. Мы довольно долго обсуждали в интернете, в интернет-чатах проект декларации. До конца он обсужден так и не был, потому что чаты оказываются таким средством больше общения, чем выработки каких-то документов. Но вот сегодня прозвучали многие предложения, которые как раз и должны были бы в эту декларацию войти. Я сейчас быстро прочитаю то, что уже, можно сказать, готово к обсуждению и некоторые еще дополнительные пункты. Вот основа декларации, то есть это только как проект для обсуждения оргкомитетом и принятие уже на учредительном съезде, как я понимаю, доработка. То есть сейчас просто оглашаю проект. Вот мне понравилось, мне кажется, что можно сделать эпиграф вне монархии, не может быть спасения России. Сегодня звучали эти слова. Первая монархия является наилучшей, единственной законной и нравственно оправданной формой правления для России и ее восстановление станет благом для народа и государства. Первый пункт. Второй пункт. Российская монархия должна быть основана на православной вере как религиозной традиции русского народа. Российские монархисты обязаны уважать и почитать православие как ведущую конфессию России. В то же время не подлежат дискриминации иные традиционные вероисповедания, признающие своим законным монархом православного российского императора. Монархисты иных вероисповеданий не вправе вести антиправославную пропаганду и деятельность, направленную к дискредитации православной веры. Третий пункт. Монархия в России может быть восстановлена только на основе правопродолжения от Российской империи и исторического преемства от Московского царства и Византии. Она предполагает лишь законное правление, основанное на соборной присяге 1613 года, основных законах Российской империи, и воли народа, представленной на Всероссийском земском соборе. Четвертое. Восстановление монархии в России откроет путь к воссоединению русских земель, восстановлению единства народа на его исторических территориях, а также позволит восстановить права на собственности любые другие активы исторической Российской империи за рубежом. Пятое. Установление законной власти монарха позволит привлечь к ответственности виновных взорпаций власти, расчлении страны и геноциде русского народа. Шестое. Торопливая, непродуманная, преждевременная, не основанная на имперском праве реставрация монархии может нанести России вред и дискредитировать идею монархии. Монархическое движение может и должно посвятить себя не столько несбыточным планам скорой реставрации, сколько утверждений в России национального мировоззрения, национально-патриотических ориентиров в государственном строительстве. И дальше уже то, что я записывал сегодня. Седьмое. Монархия не может совпадать с лоялизмом, приверженностью нынешнему политическому режиму, подменяемые принципы монархии, примитивным авторитаризмом, вплоть до согласия с деспотией. И должны быть следующие пункты. Восьмое. Отношение к левым идеологиям и организациям. Девятое. О внешней помощи, роли эмиграции и других обстоятельствах, формирующих, других обстоятельствах, которые могут позволить, могут помочь формированию монархического движения. Об исторической правде, об ошибках империи и ценности, какая есть советского периода. То есть нас интересует только историческая правда, а не подмена истории какими-то лакированными анекдотами о ней. И одиннадцатое. Это в отношении частной собственности к частной собственности и социальному государству. Мне кажется, что если эти пункты мы проработаем, то у нас будет готовый документ, с которым мы уже сможем обратиться ко всем людям, которые считают себя монархистами, может еще не готовы в полной мере принять все, что мы изложим в декларации. Тем не менее, уже само наличие этой декларации, проработки определенных идеологических моментов будет означать, что мы пришли к некоему согласию. Я сейчас не приглашаю что-либо голосовать, проголосуем мы на съезде, который, надеюсь, соберем не позднее осени, а может быть раньше, если будем раньше к этому готовы. Субтитры создавал DimaTorzok